Сегодня мы с вами поговорим о том, как же быстро научиться считать в уме. Очень часто с этой проблемой сталкиваются первоклассники, второклассники и даже иногда и третьеклассники. Мы на эту тему говорили еще в октябре. Как котики помогают выучить состав числа 10. Сеть вы можете пролистать вниз. Этот пост находится внизу, можете с ним ознакомиться. Сегодня мы вспомним о чем был этот пост и в продолжении я расскажу, как же мы полностью занимаемся, как мы используем метод интересные запоминания и как же все-таки нам котики помогают выучить состав числа 10. Итак, давайте посмотрим, с чего же мы будем начинать. То есть мы возьмем с вами вот этот красивый шкаф. Мы спрашиваем у ученика, ты знаешь, что это такое? Что это за, например, ну что это такое? И ученик говорит, да, я знаю, это стеллаж или он может сказать, что это шкаф. И мы спрашиваем, сколько здесь полок? Он говорит, здесь 10 полок, потому что они здесь изображены, здесь пронумерованы. Мы говорим, молодец, хорошо. А давай представим, что здесь не полки, а котики. То есть 10, если у нас 10 полок, то сколько котиков у нас поместится? И ученик, конечно, говорит, поместится 10 котиков. Мы снова говорим, молочина, конечно же, 10 котиков. Но если у нас будет 7 котиков, то сколько тогда у нас поместится здесь? И, конечно же, ученик отвечает, поместится здесь 7 котиков. Хорошо. Что же мы делаем дальше? А дальше нам нужно потренироваться. Если у нас 7 котиков есть, и они заняли свои места, сколько котиков тогда осталось, сколько полок осталось, не занятых котиками? Итак, мы делаем тренировку. Я говорю ученику, если 7 котиков, тогда сколько пустых полок? Ученик говорит, 3. Если 5 полок занято, если 5 котиков прибежало, то сколько пустых полок? Ученик говорит, 5. А если прибежало 2 котика, то сколько пустых полок? Он скажет, 8. Это если он знает состав числа 10. Но очень часто бывает, что ученик состав числа 10 не знает. И что же тогда делать? Самым первым инструментом, которым я пользуюсь, это картинки. И мы будем использовать эти картинки. Я нашел эти картинки на YouTube. Мне они очень понравились. Если вам интересно, пишите в директ. Я вам отправлю ссылку на это видео. И в этом видео девушка показывает, что есть шарик, и он зацепился за веточку. Поэтому 9 и 1 это будет десяточка. Затем двоечка. Плывет лебедь в очках. Замечательный лебедь. Он в очках. И тоже можно использовать эту запоминалку. 2 плюс 8. 8 плюс 2. Это 10. Следующий образ это нос. И рядом с этим носом такие большие, густые, замечательные усы. 7 и 3. И потом стул, на котором висит замок 6. Стул. Это четверка. Легко запоминается. Это уже проверено. Ученики легко это запоминают. Ну и замок очень сильно похож на шестерку. Это тоже очень хорошо работает. Здесь нет 5 плюс 5. Это тоже ученики запоминают легко. Тут даже картинка не нужна. Можно просто показать, что у тебя на руке 5 плюс 5 пальцев. Поэтому, соответственно, без проблем это все запоминается. Что нужно делать после того, как ученик посмотрел каждую эту картинку? Здесь нужно принять на зачет этот снежный ком. То есть не надо ему показывать сразу все 4 картинки. Мы показываем сначала одну картинку. Ее закрываем. И спрашиваем. Скажи, пожалуйста, сколько? Ну, то есть состав числа 10. 10 это 1 и сколько? Он должен сказать 1 и 9. А помнишь на картинке что было? А на картинке был шарик и веточка. Все, молодчина. Давай тогда перейдем к следующей картинке. Переходим к следующей картинке. Здесь у нас идет лебедь и очки. То же самое. Показываем. Потом закрываем. Спрашиваем, про что там было. Он отвечает. Это лебедь и очки. 2 плюс 8. Хорошо, молодец. Давай тогда заново. То есть закрываем и спрашиваем с самого начала. Скажи, сколько будет? 10 это 1 и сколько? Он говорит. А 10 это 2 и сколько? Тоже говорит. Хорошо, молодчина. Давай тогда дальше пойдем. Если он ответил, идем дальше. И вот это все прорабатываем. Затем переходим, обратно возвращаемся. И начинаем снова тренироваться. Говорит, что вот если у нас котика в 6 прибежало, то сколько пустых полок? Он говорит 4. И вот таким образом мы показываем, что, ну то есть мы доводим до зачета до тех пор, пока ученик без проблем не начнет говорить, сколько же пустых полок. Вот. То есть вот это мы обязательно сначала делаем. Продолжение следует...